Всем доброе утро! Мой четвертый день в Стамбуле. Я сейчас иду пешком на Эминюню, потому что мне две трамвайные остановки туда ехать. Хочу поехать в музей Корея или, как еще назвать, церковь Хора или монастырь Хора. Вы смотрите, как машины выезжают с парома. Я в шоке первый раз вижу. Такой маленький кораблик! А столько машин! Вау! Рыбаки здесь круглые сутки стоят, честно. Я не знаю, или они меняются, у них, наверное, по сменам тоже. Прошли с вами под мостом голландским и сейчас идем дальше прямо в автобусной остановке. Смотрите, какой красивый корабль! Вы знаете, такая немаленькая автостанция. Я спрашивала на турецком и никто не знает, где Корея Мюзиси и даже Демир Килисиси, вот болгарская церковь. Но они не обязаны, не знаете, они же мусульмане. Но один мальчик сказал, да, да, этот автобус. То есть я села на 37-е, вот, и они покажут, где выйти. Такой памятник прикольный! Смотрите, лошадь летит! Это сразу, где Акведука Валентина находится. Мы пошли на остановке Эдирней Капы. Мне сказали пройти вниз. Вот, чтобы не перепутали, вот такой памятник. Есть Фатих Султан Мемед. И идем вниз. Если быть точной, то мы сюда доехали, ну, за 20 минут. Ну, и дошли, ну, не знаю, 5 минут. Ну, с магазином вместе 10. То есть очень быстро. Идем, спускайся, они из домика, прикольные. Вообще, мне очень нравится. Вы знаете, я зашла в музей хора, походила, все-таки вернулась и взяла аудиогид. И вам советую. Вход стоит 45 лир. И если по музейной карточке бесплатный, аудиогид 15. Очень интересно рассказывают. Такая церковь, не бесподобная. Называется так, потому что хора — это вот чрево, в котором возник плод, да, Божьей Матери, Иисус. В честь нее построили вот эту церковь. Такие сцены, такая работа. Очень повезло, что замазывали известью. Поэтому после даже землетрясения все равно сохранилось очень много каких фресок. Мне кажется, вот по всему Стамбулу это самый большой такой музей, где сохранилось настолько много фресок. И такая работа. Обязательно зайдите сюда, я просто уверена, что вам понравится. К сожалению, центральная часть музея, вот сейчас вот эта, на реконструкции. Но даже вот две части, которые я походила, очень красиво. Вот этот король и принцесса, они очень много помогли в построении церкви. Поэтому они изображены на этой фреске. Здесь Богородица просит у Иисуса отлучения грехов. И он христитель сюда, ни у кого не поместился, потому что маленькие здания. Вот для музея есть еще садик с могилой. И вот я проходила, охранник вот здесь стоял и молился. То есть это уже их святыня. Я зашла в одну пекарню, там продается паскалья, такая булочка. Я говорю, представляете, у нас, ну в Анталии я такого не видела. Еще хлеб с кукурудзой, мы с Рекмеи. Такая красивая, я думаю, мы все сейчас возьмем, кушаем, потому что холодно, как раз теплый хлеб. Я говорю, она свежая. А он показывает. Я говорю, что это значит два дня? И говорит, да, два дня назад. Я говорю, нет, спасибо. Она может неделю, лежать в ней ничего не будет. Я говорю, не спасибо, я вообще в нашей пекарне беру горячий хлеб. Я знаю, что вредно кушать горячее, но это очень вкусно. И сейчас такую погоду хочется горяченького. Я так замерзла, что зашла в первое попавшееся кафе. Сейчас себя выключу. Вот. И меня Нэдди угостил чаем. Потому что здесь цены, конечно, чуть-чуть есть, но кофе, я так понимаю, вкусно. И оказывается, они были у нас в Анталии, когда был фестиваль кофе. Кофе для прошла. Да, и я показываю ему видео по ютубу. Оказывается, я даже правильно найду. Я все-таки дойду до болгарской церкви. Мы угостили Сан-Сабастьян чизкейком. Вы не представляете, какая это вкуснятина. А я завернула в это кофе. Я же вообще кофе как бы очень редко пью. Я чай хотела. Но мне вот этот значок показался очень каким-то знакомым. Оказывается, да. А-а-а! Мамочка! Я его видела на фестивале кофе. Мы так разговаривали здесь. Он, оказывается, еврей. И он вот этим летом женил своего сына на ферри, на большом корабле. Он показывал видео кусочек. Я говорю, сколько? Ну, я представляю, сколько вообще в Стамбуле свадьба. А ещё и на корабле. А он говорит, ну, я же еврей. Я говорю, и... Говорит, я пошёл на Рамазан. Когда был Рамазан. И договорился за полцены. То есть, человека 60 евро. Я договорился за 30, но евро считали. По 4 лир. 4,5, по-моему, лиры. Короче, за человека 240 лир. Представляете? О, голова! Ой, здесь тоже такие домики. Да, мы уже, кстати, с вами на балате. Я даже не знала. Я собиралась туда и пойти завтра. Но у меня получилось это сегодня. Вы не поверите, кто мне рассказывал за эту церковь. Я в топ-кафе, когда пошёл дождь, и всё, в кафе было занято. Я пошла в ювелирный магазин. Говорю, ребята, можно я посижу 2 минуты, потому что забилась память. Мне нужно очистить фотографии. Они такие, хорошо, типа. И мы что-то разговаривали. Он говорит, пошли, иди в эту церковь. И в ту, и в то, и всё. Мальчик, конечно, я в шоке. Знаете, такой дурак. Я смотрю, и вот в топ-кафе охранник мне всё рассказывал. Читальный зал, где султан давал уроки. Всё, он стоит и мне просто рассказывает, рассказывает. Я такая на него думаю, охрана. Он говорит, я люблю вот это читать. Потому что там дома, вообще охранник, вот так. Я к ним не подхожу, они сами ко мне подходят. Так вот, этот мальчик мне в топ-кафе рассказал, что есть такая церковь. Я была удивлена, потому что я не знала. Православный болгарский храм святого Стефана построили в честь первомученика Стефана на месте деревянной церкви в конце XIX века. Землю и некоторые здания на ней подарил болгарам князь Стефан, молдавский фонариот молгарского происхождения. Это единственный православный храм в мире, который целиком собран из металлических конструкций. Ему уже 120 лет. Здесь свечки можно поставить за покой, а вот там за здравие.